С приходом холодов люди реже выходят на улицу, предпочитая паркам и скверам теплые и уютные квартиры. У любителей таких домов и квартир нет. Зимой им приходится греться у водостоков, где вода значительно теплее и не замерзает. Привыкшись за весенний-осенний период к постоянной подкормке, лебеди просто не улетают, ожидая у водоемов новых гостей и вкусного угощения. Пугает в кесне мороз отсутствие корма на самом деле. Даже волнистые попугайчики при правильном сбалансированном питании переносят температуру до минус 24 градусов в течение длительного времени. В данном случае лебеди приспособлены для жизни в умеренном климате, так что часть из них зимует, кстати, на побережьях Европы, то есть Франция, Германия, где не намного теплее, но значительно легче прокормиться. Члены организации Ахова птушек Байсковщины постоянно отслеживают миграцию лебедей, для подсчета которых каждую птицу маркируют специальным железным браслетом. Денис Табунов показал нам местного агента 007. Так между собой в объединении они называют лебедя со знаменательной комбинацией цифр на маркировочном браслете. Пернатый Джеймс Бонд уже не первый год никуда не улетает и остается на муховце. Таких птиц, как Агент 007, в Бресте на зиму остается немало, хотя ученые наблюдают все же положительную тенденцию. В последнее время лебеди стали чаще улетать. В этом году помогли и погодные условия. Сейчас тут насчитывается порядка 30 птиц, причем только 20 из них, можно сказать, взрослые, что рекордно низкая численность для такого времени года на набережной. Мы связываем это с тем, что зима началась достаточно мягкой, и люди не успели пролетающих птиц прикормить. В экстремально сильные морозы птицы нуждаются в наиболее интенсивном питании. В среднем взрослому лебедю в сутки нужно чуть более 500 граммов корма. В естественной среде основу рациона королевской птицы составляют водные растения. Зимой нехватку природного корма отчасти может компенсировать зерно. Но ни в коем случае не всем знакомый хлеб. Он является причиной желудочно-кишечных заболеваний у лебедей. Чем кормят наши люди лебедей? Это хлеб. Ржаной хлеб, который чуть подешевле, и который совершенно несвойственен лебедям, ну или батонам. Это тоже не очень хороший корм. Вот такая подкормка, особенно молодых лебедей, приводит к тому, что птицы начинают болеть гастроэнтеритом. Это приводит к тому, что у них нарушается перевой покров, они теряют способность к полету. Если навещать лебедей стало доброй привычкой, то делать это нужно с умом, для того, чтобы приятное увлечение не привело к необратимым последствиям. Покормить лебедей – любимое летнее развлечение не только детей, но и взрослых. Однако с наступлением холодов люди все реже и реже возвращаются сюда, а привыкшие к ним птицы приходят сюда снова и снова. Таким образом они страдают от людской халатности. Анастасия Назрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.